Жители ЖК Новые Черемушки перекрыли дорогу. Людей отключили свет и отопление из-за долгов перед нафтогазом. Содолженность погасить они готовы, но существует трехсторонний договор, согласно которому есть обязательства у застройщика. Правда, сам застройщик находится в розыске. Пока его ищут, люди буквально выживают в собственных квартирах. Говорят, дома им приходится ходить в куртках, обогреваться каминами нет возможности, так как выбивают пробки. Из-за этого в доме перебои и со светом. В основном жители Новых Черемушек – это молодые и многодетные семьи. В эксплуатацию дома были введены два года назад. В квартирах невозможно находиться. Сколько градусов у нас? Где-то 14-16. Ребенок болеет часто, причем за этот период два раза. У нас свет не выдерживает этих мощностей, поэтому мы не можем включать ни камины, ни кондиционеры, ничего. Поэтому вышли, естественно. С 2015 года у нас нет ни отопления, ни электроэнергии, ни воды. У нас заселяются дети. Нас прописывала районная администрация, нам выдавали документы. Живет порядка 12 многодетных семей. Сейчас в наш благострой, новострой заехали двое деток из роддома, новорожденные. Отопления нет. Электричество выключается, потому что ни одни техусловия не выполнены застройщиком, которого привлек УКС в лице городских властей для застройки этого дома. Выключаем все электроприборы, включаем камин. Единственное, что работает дома – это холодильник и камин, чтобы обогревать квартиру. И вот так вот чередуем, так как у нас все на электрике. Нет света, нет воды, нет ничего. То есть у нас дом полностью отрезан от мира. Тоже маленький ребенок. И так же само одеваемся и спасаемся как на улице, так и дома. В этом месяце я заплатила 3700 за квартиру. За свет у меня 1400 гривен вышло. Перед тем, как перекрыть дорогу, люди провели митинг под стенами Малиновской райадминистрации. Альтернативой могла бы стать отдельная подстанция. Но пока, по словам главы райадминистрации, такой вариант не рассматривают. Сегодня вот то, что вы сейчас собрались очередной раз, дополнительно потолкнуть нас к тому, чтобы мы начали действовать в ваших интересах, дополнительно нет смысла. Мы так делаем все зависящее, как районная администрация, так и руководство города. Все зависящее, чтобы разрешить этот клубок проблем, который накапливался с момента того, как вы приняли решение быть инвесторами вот этого жилого комплекса. Если в квартирах не появится тепло в ближайшие дни, люди обещают перекрыть трассу Одесса-Киев. Продолжение следует...